Тема Исна. Движемся вперед. Значит, смотрите, то есть у человека есть разные цели, и предназначение человека зависит от этих целей. То есть самое главное, что человеку нужно в жизни, чтобы все было хорошо. Понимаете, человеку нужно, чтобы сердце было хорошо, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы никто никуда не бросал, не уходил, чтобы никого машина не сбивала, и чтобы все жили нормально. Для этого нужно быть вне системы. Понимаете, вот я нахожусь в системе, мое сердце связано со всеми родственниками. Кому-то стало плохо, у всех родственников куда идет энергия? К этому человеку. Но если родственники зациклены друг на друге, у них нет какой-то высокой цели в жизни, никто из них не связан с божественным, светлым, сильным, то у них замкнутая система. Всем стало плохо, вот у меня сейчас есть один знакомый, индус, у них очень сильно погруженность в отношениях часто индусов бывает, у них семьи крепкие, но часто они настолько погружаются, вот у него два сына, у него хорошие семьи, у сыновей, а у дочки личной жизни не получилось. И вся вот эта вот семья большая, из двух сыновей, с женами, из дочки со своим ребенком, из него со своей женой, все страдают неимоверно. Почему? Потому что они всю свою энергию отдают в эту судьбу дочке, и ничего не меняется, потому что у них нет связи с Богом, у них нет молитв в жизни, нет чистоты, нет светлости, нет то, что посылает им силы, чтобы эту тяжелую судьбу победить. Поэтому главной целью жизни человека является то, что ему сердце наполняет озеро, сердце наполняет силой, способной помочь всем. В Ведах это сравнивается с тем, что человек должен поливать корень дерева, то есть глубокую часть своей жизни в первую очередь. Корень дерева означает глубину вот эту, не сердечную мышцу, а сердце на тонком плане, там, где родственные отношения находятся, там, где находится душа, там, где находится наше понимание счастья и отношений в жизни. Когда человек развивает отношения с Высшим, с чем-то светлым, у него есть святость в сердце, он верит в Бога, верит в святых людей, он изучает Священное Писание, он по совести живет, пытается с совестью согласовывать свои поступки. Такой человек имеет удачу в жизни, защиту, то есть у него есть сила преодолевать препятствия, он может погрузиться в молитву, когда трудности есть, и побеждает судьбу через высшие вот эти отношения. Понимаете? В чем я говорю? Нет? Они не рвутся, не ломаются, эти высшие отношения. Машина может поломаться, семейная жизнь поломаться, ребенок заболеет, квартира может быть отнята, а отношения с Богом никогда никто отнять не может. Это то, что нерушимо в жизни. Это чистая светлая сила, она всегда наполняет сердце силой, счастьем. Поэтому высшей целью жизни человека является внутренняя жизнь, работа над собой. Путь к внутренней жизни непростой. Нужно учиться настрой правильный читать. Нужно учиться для начала желать всем счастья, жить по совести. То есть, понимаете, есть пять ступеней развития вот этой внутренней жизни. Первая ступень – это просто уважать других людей. Человек должен сначала научиться уважительно относиться к другим. Нужно хотя бы мысленно покланяться своим родителям за то, что они меня родили. Нужно благодарить в сердце каждый день свою жену и своего мужа за то, что ты со мной живешь, терпишь меня. Нужно благодарить всех, кто вокруг тебя окружают. Это сразу облегчает жизнь. Нужно прощать и просить прощения. Те, кто тебя критикуют, они очищают твое сердце. Те, кто тебя прославляют, надо благодарить их за это. Те, кто создают те трудности, надо принимать это в судьбе. То есть, надо очищать свое восприятие мира. Не надо, чтобы в сердце постоянно уходила энергия на враждебные отношения. Часто люди теряют силы просто от того, что они не могут что-то принять в жизни. Вот, допустим, маленькая квартирка, и все, и мы думаем об этом постоянно. Цель жизни – чтобы квартирку побольше сделать. И просто невозможно жить. Хаос создается в жизни, понимаете? Человек должен принимать маленькую квартирку. Ничего страшного, надо принять. Ко всему человек привыкает, если ставить целью. Привыкает означает нормально, уже хорошо жить в маленькой квартире. Хаос же хорошо, не одинаково. Нам же нужно больше. Вот это называется цель жизни. Вы поставили не ту цель жизни. И поэтому она вас душит, говорит. Вам нужна больше квартиры, вам нужна больше квартиры. Надо пахать, пахать. И семья разрушается все это время. Неправильно подставленная цель жизни разрушает жизнь. Гипноз такой идет постоянно в сердце. Тебе нужна больше квартирки, тебе нужна больше, тебе лучше машина, тебе нужна дача, 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 дача. Понимаете? А жизнь проходит с короной. Отношений нет, любви нет. Дети растут беспризорными. Это означает, не хватает внутренней жизни, не хватает работы над собой, не хватает вот этой вот силы внутренней, которая ставит все по полкам. Надо все расставить по полкам. Надо высшие ценности, совесть поставить на первом месте в жизни. Уважение людей, прощение поставить на первом месте. На втором месте сразу встанут другие цели. Жизненно важные цели. Когда человек по совести начинает жить дальше, какие цели для него становятся приоритетными в жизни? Как вы думаете? На втором месте какие цели станут? Отношения. Да, правильно. Смотрите, такой человек призвеет. Жизненно важные цели. Он хочет правильные отношения построить с людьми. Он хочет понять, какие мои обязанности к детям. По совести он начал жить. Он призвел. Я хочу жить для детей, для жены. Какие мои обязанности для них? Какие мои обязанности на работе, в этом обществе? Я хочу для страны жить. Для своей веры хочу жить. Какие у меня обязанности для всего этого? Первое, что человек понимает. Дальше. Вторая. Жизненно важная цель. Для того, чтобы это все делать, я должен быть здоровым. Человек призвеет. Он чувствует, что он уже больной на самом деле человеку. Нездоровый. Часто человек живет просто по инерции до хирургического стола. Понимаете? По инерции. Не надо тянуть до хирургического стола. Жизненно важная цель – поддержание здоровья. Надо учиться быть здоровым. Это важно. Вкладывать силы. Учиться жить здоровым – значит вкладывать. Это жизненно важная цель. Если человек не вкладывает силы в здоровье, будь здоровым. Нет. Согласно восточному знанию, каждый человек, если не вкладывает силы в здоровье, развивает в себе болезни. Обязательно. Обязательно. Не думайте, что у вас так не будет. Не думайте. Не вкладывайте силы в здоровье, будете болеть. Не вкладывайте в семейную... Некоторые думают, семья должна жить сама по себе. Почему она должна разрушаться? Вы ошибаетесь. В семейных отношениях эгоизм очень сильно существует. Мужчина сам по себе, им ничего не надо. Нормально живет там. Взял макаронов, наварил килограмм. В холодильник поставил, кусок отрубил, пожарил, съел. Пошел на работу. Ему ничего не надо. Но когда он женился, мои хорошие, энергия счастья, желание быть счастливым возрастает в десятки раз. Он уже макароны вареные есть не будет. Он говорит, что жрать? Это не по моей природе. Давай готовь мне пельмешки там. То есть делай все красиво. Понимаете? То есть уже другие требования. Женщина ожила себе там в какой-нибудь комнатушке, и вообще проблем не было. Замуж вышла, она уже не может смотреть на эту комнатушку. Нужна большая квартира. Понимаете? То есть все. До свидания, счастливая жизнь. Мужа надо душить, чтобы на квартиру работала. Жену надо душить, чтобы лучше готовила. Какая счастливая семейная жизнь? Видите, сама по себе жизнь разваливается в семье, потому что очень много требований возрастает в семейной жизни. Человеку хочется счастья от близкого человека. Это значит, что ему надо трудиться для этого счастья. Поэтому надо поддерживать отношения в семье. Если люди не поддерживают отношения, семья деградирует, разваливается сама. Она не может нормально существовать. А туда надо силы вкладывать. Это жизненно важная вещь, вкладывать силы в семью. Дальше. Следующая жизненно важная вещь. Жизненно важная вещь означает изучать, как жить, мои хорошие. Изучать, как жить. Потому что просто по накатанной не будешь и не узнаешь, как жить. Люди все живут неправильно. Я живу, как все. А где доказать и гарантия, что все живут правильно? Люди живут, как все. Но наша культура идет нога в ногу. Понимаете? Вот. Она идет немножко не в ту сторону. Мы же видим, какие результаты. То есть люди гибнут от пьянства. Люди разводятся все. Дичают. Это неправильное развитие всей культуры на всей земле. То есть человек должен изучать, как правильно жить. Он не должен, как все жить. Он должен изучать, как правильно. И тогда он станет счастливым. То есть три жизненно важные цели. Есть высшая цель жизни, которая, как дерево, когда корень дерева поливает, что происходит? Листочки, веточки все начинают ростыть. Если листочки поливать, все будет расти? Нет? Дерево засохнет. Надо корень поливать. Корень дерева. Тогда все пойдет поливаться. Если человек думает, человек думает постоянно, ой, у меня сыну плохо, сыну плохо. Он корень дерева поливает? Нет в это время? Нет. Он веточку поливает. Сын — это его веточка жизни. Надо думать о высшем. Когда человек о возвышенном в чем-то думает, думает о Боге, думает о молитве, то что происходит? Эта энергия чистая идет к сыну. И озерца сына, вот эта связь с сыном, эти листочки начинают расцветать, сыну лучше становятся. А сын не думает, что все высыхает. Листочек поливаем, все высыхает. Корень поливаем, все расцветает. Высшая цель жизни человека — это духовная жизнь, внутренняя жизнь. Большинство людей даже не молились никогда в жизни. Они не садились утром и не начинали вот это отношение с совестью. Когда человек молится, у него все вскрывается в сердце. Он начинает чувствовать, как он живет, хорошо или плохо, как он относится к себе, как относится к семье. Ни хрена ничего не изучает в жизни. Совесть ему все рассказывает. Веда объясняет, что помимо души, вот здесь, вот в этом месте, находится еще одна душа. Там находится представительство Бога. То есть за душой, за нами стоит сверхдуша. Это энергия, это сила, которая дает нам некоторые вещи в жизни. Первое, что она дает нам — совесть. Это не моя штука. Некоторые говорят, у меня своя совесть, у тебя своя совесть. Совесть у всех одинаковая. Совесть не зависит от нас. Она мне диктует, как жить, не я ей диктует. Совесть — это не моя штука, это вне меня. Правда, у каждого своя правда. Правда не моя. Правда мне не принадлежит. Она мне говорит, ты живешь, как свинья. Вот оттуда штука какая-то говорит. Я ее не просил. Это совесть. Там же, оттуда же, из сердца, из глубины, приходит чувство радости, чувство благодарности, чувство счастья. Чувство удовлетворения. Это все действия сверхдуши. Оттуда приходит также удача и знание, как победить судьбу. Знание приходит оттуда, из сердца. Оттуда приходит чувство, куда в жизнь свою направить. Хорошая лекция или плохая, тоже оттуда приходит. Это вот оттуда. Это там нам подсказка идет. Оттуда. Понимаете? То есть жить по совести означает отрезветь. Означает сконтактировать с той силой, которая тебе помогает. Она сразу тебе подскажет. Ты только сил начал в молитву, начал настроив, возить в некие люди не верят в Бога. Ну не верите в Бога, хорошо, повторяйте, я желаю всем счастья. Прощайте, простите прощения. Это тоже жизнь по совести. Это то же самое, только не оформлено в плане отношений с Богом. А просто вы те же самые отношения строите с совестью. Потому что совесть это представительство Бога. Называется парам атма. Душа называется атма на санскрите. А сверхдуша или представительство Бога называется парам атма, парам атма, высшая душа. Это представительство Бога в сердце. Когда человек хотя бы утром 5 минут, 10 просто помолился, у него уже правильная настройка произошла в психике, он уже правильно нацелит свою жизнь, он уже не будет делать глупости. То есть хотя бы чуть-чуть человек уделяет высшей цели жизни внимания, сильно жизнь меняется, сильно жизнь меняется. Итак, жизненно важная цель – поливать корень дерева, развивать отношения с совестью. Дальше, высшая цель жизни, вернее, жизненно важные цели – это развивать знания, как жить, развивать знания, как отношения строятся с этим миром, с семьей, как развивать свой характер. И третья жизненно важная цель – это здоровье человека. Это наше предназначение, то, что я сейчас говорю. До работы мы еще не дошли, смотрите, до работы не дошли. Если у человека вот этого нет всего, тогда работа до свидания. Потому что работа тебе не поможет тогда, если у тебя в семье хреново, здоровье портится, геморрой уже до пола достает. Какая работа? Здоровья нет, отношений нет. Не знаешь, зачем живешь, какая работа, для чего. Для чего тебе деньги эти нужны? Ты не знаешь, для чего даже. Люди тратят деньги по страшному, вообще непонятно на что. Потому что не знают, для чего живут. Энергия нужна, если ты знаешь, куда ее вкладывать. Деньги – это энергия. Нет знаний, нет, зачем энергию вырабатывать. Важные цели в жизни. Это как раз то, что и нужно человеку. То, что мы делаем, важные цели. Получить образование, соответствующее своей природе. Если ты не развиваешься внутренне, жизненно важные цели не осуществляешь, какая твоя природа, ты не знаешь. Какое ты это образование получаешь, где больше капусты. Или бабла, там как это называют, разные. Там больше образования. Но это не твоя природа. Ты не можешь там работать, потому что там ты не можешь функционировать нормально. Ты думаешь, я для денег живу, поэтому я там образовываюсь. Все сейчас на кого учатся? На менеджера, на юриста, на финансиста. Вот. Вот эти образования. Но это может быть не твоя природа. Зачем тебе это учить? Чтобы деньги были. Ну, хорошо тогда, брат. Извини, будешь страдать, мучиться. Потому что ты не можешь там функционировать. Функционировать как надо. Не можешь. Это не твоя природа. Почему ты так думаешь? Потому что тебя так научили. Что жизнь человека предназначена для денег. Не для радости в труде. Не для развития себя как личности. А просто для денег. Тупо. Значит, будем тупо жить. И так человек должен получить то образование, которое ему с радостью работать поможет. Радоваться труду. Дальше. Человек должен стремиться занять то положение в обществе, которое поможет ему правильному развитию личности. Какое для женщины это положение? Семейное положение. Для мужчины это какое положение? Значимое в социальном положении. Значимое. Ну, то есть, и то, и другое нужно. Нужно. Но оно на третьем месте уже стоит. Это важная цель. Дальше. Устроить правильно свою жизнь. Правильно так же означает и деньги, и все. Но не только это. Правильно так же означает. Жизнь по закону Бога. Жить по закону Бога. По совести. Вот это важная цель. Если ты не имеешь здоровья, не имеешь правильных отношений, и не имеешь знания, как жить, ты не сможешь правильно все построить. У тебя нет возможности. И какие цели второстепенные уже? Второстепенные. Это деньги. Деньги. Улучшение жилищных условий. Улучшение свое положение в обществе. Вот сейчас конкретно так. Достижение процветания и так далее. Это второстепенные цели. Есть еще временные цели. Это задачи, которые надо каждый день выполнять. Там машина сломалась, надо ремонтировать. Временные цели. Ну то, что сейчас надо делать временно. Это не то, что самое главное в жизни. Без этого прожить тоже нельзя. Понимаете? Если человек во временной цели ставит главными в жизни, машина сломалась, все. Самое главное в жизни отремонтируется. Все силы на борьбу с сломанной машиной. Машину не отремонтировали, застрелился. Это вообще безумие. То есть на временные цели ставить свою психику, все означает психоз, психованная жизнь. Вот смотрите, допустим, когда человек не понимает, что такое важные, жизненно важные, главные цели. Разум, психика человека всегда ставит максимально цель. Допустим, у нас сейчас водопровод сломался, допустим. Канализация не работает. Какать надо у соседей. Все, инфаркт. Женщина сидит, какать у соседей, все, я не могу. Почему ты не можешь? Потому что ты никакие цели в жизни не поставил. Ну и типа, как и у соседей, какие проблемы? Это же не навсегда. Это временная цель, временная вещь. Некоторые с трубочкой вообще живут всю жизнь, какают через трубочку. Такую же, чем у соседей, понимаете? А тебе там два раза у соседей покакать и все. Пришел сантехник, пробил канализацию. Я не могу, Олег Геннадьевич. Ну, не какие тебе цели, значит, поставил. Временная цель для тебя главная. Хорошо. У ребенка насморк. Ну, все дети болеют в этом мире. Все болеют. У ребенка насморк. Ну, надо лечить. А-а-а, насморк. Ну, значит, ты ни три цели в жизни ставишь. Ребенок же не может без насморк, скажите. Не обязательно что-то будет постоянно. То одно, то другое. Чем вот женщина дома занимает, в семье? Она занимается, потому что тем же, что менеджер на работе. Менеджер чем занимается? То один выпил, то ногу сломал, то еще что-то там. У кого-то деморрой вылез. Постоянно работы много очень. Потому что люди живые, они что-то делают. У них что-то вылазит постоянно. Также женщина дома тоже. Все живые, все что-то делают. У всех что-то происходит. Надо постоянно все налаживать. Понимаете, да? Все кушать хотят. Всех надо белье стирать. Но из этого не надо делать. Вот это вот. Почему? Потому что неправильно поставлена цель. Время и цель не могут быть главными в жизни. Дальше второстепенные цели тоже не могут быть главными. Сегодня есть деньги, завтра нет денег. Это невозможно проследить. У всех людей это волнами идет. Так движется судьба. Какое-то время много денег, потом будет мало обязательно. Это все меняется постоянно. И не надо придавать этому слишком большого значения. Не надо убиваться, если денег меньше стало. Этот психоз делает еще хуже. Потому что, когда денег меньше, человек что делает? Берет займ. Так как у него плохой период, он не может его отдать. В результате он становится зависим от этого займа. Берет еще один займ. Опять плохой период не может отдать. И так далее. И потом тюрьма, понимаете, уже. За неуплату налогов. То есть, когда человек в психозе находится, денег мало, успокоиться. Если у тебя фирма, она пошла на мель. Ну, значит, живи так, чтобы понемножку зарплату платить. Всех, кому надо много, уволь. Вот. Ну, живи посредством, не парься. Не надо там займы большие делать. В это время будет все тяжело. Плохой период, тяжелый. Не надо беспокоиться ни о чем. Придет время, будет лучше. Это все меняется постоянно в жизни. Человек не должен придавать этому слишком большое значение. Ну, вот, допустим, здоровье плохим стало, надо большое значение придавать. Это жизненно важная цель. Здоровье не отладил, значит, будет еще хуже потом. Потом еще хуже. А потом будешь через трубочку дышать. Итак, на второстепенные цели человек не должен сильно много сил прикладывать. Есть деньги, есть, нет. Похуже, ничего страшного. Живем дальше. Надо дышать глубже, просто расслабляться от этого. Чтобы вы не сильно беспокоились. Я чувствую, вы утомились. Сейчас я вам расскажу одну историю ведическую. Ведические истории, они очень смешные, но они дают понимание сути вопроса. Как менять цели в жизни. Иногда это через знание происходит, иногда через страдание. И так у одного человека была такая беда, что у него была большая семья и очень тесно было жить. Мало места. И все родственники выли постоянно, потому что женщина, она очень сильно зависит от пространства, в котором находится. Она метит территорию. То есть это ее территория, ее пространство, ее должно быть больше. Если пространства мало, она начинает капать на мозги мужу постоянно. Надо больше пространства. Как мужчина к этому должен относиться? Вот если ребенок, допустим, хочет покакать, что надо делать? Надо сказать, потерпи, мы сейчас придем покакать. Не надо придавать... Ааа, какать! Не надо придавать этому сильно большого значения. Спокойно, жена хочет больше, чтобы место было. Мужчина, я вам скажу по секрету. Если будет больше, она будет хотеть того же самого. Пройдет немножко времени, и она опять будет хотеть больше. Потому что на санскрите слово «женщина» означает «стри». «Стри» означает все расширяющиеся желания. Женщина завоевывает то пространство, которое ей Бог дал, и дальше она хочет больше. И это никогда не закончится. Такова природа. Платье вот столько, надо больше. Пространство вот столько для жена же больше все равно. То есть никогда не... И поэтому как относиться надо спокойно к этому? Ну, моя хорошая, придет время, мы заработаем. Успокоить надо женщину, успокоить, чтобы она знала, что когда-нибудь у нас будет лучшая квартира. И уже легче жить. Понимаете? Спокойно. Не надо... Мы не можем! Ничего страшного, расслабься. И так повторим. И жена, и дети пилили этого мужика. Мало места жить. Он просто замучился. Он очень сильно придавал значение их эмоциям. Внимание их эмоциям придавал большое. И пошел к своему наставнику. Говорит, я все, я хочу покончить жизнь самоубийством. Не знаю, что делать. Я устал от такой жизни. В те времена, как бы, древние, не положено было бросать родственника. Можно было или убиться, только или жить вместе. То есть, ну, так вот. Это что, бросало, он становился изгоем в обществе. Его никто не любил. Это еще хуже. То есть, бросить виски, еще хуже, чем просто удавиться. Он пришел к наставнику, говорит, не могу так жить, хочу просто все. Мне надоело. Он говорит, ну, я тебе могу помочь. Тут, говорит, да. Неужели это правда? Можно вот из этой ситуации это решить? Да, говорит, ну, ты должен делать все, что я тебе скажу, и не спрашивай. Он говорит, ну, давайте. Хорошо, я согласен на все. У меня нет выхода. Хорошо, купи козла. Купил козла. Пришел к наставнику с козлом. И, как бы, он говорит, а теперь? Заведи его в квартиру, живите вместе с козлом. Он говорит, вы уверены, что так надо делать? Да. А в те времена все уважали наставника, все подчинялись. И он пришел, говорит, Женя, наставник сказал, что надо купить козла и жить с ним. Она побежала к наставнику, говорит, неужели вы так сказали? Да, я так сказал, надо принять это тебе. Ну, ладно, хорошо. Пришла домой, козел начал какать по квартире, орать там, поддаться. То есть, вообще, просто жизнь стала невыносимой. То есть, постоянно всех мучил этот козел. Вот. И они уже не знают, что делать. И прошло две недели. Все просто из неможжения от этого козла уже. А жена говорит, я не могу больше все. Я не могу так жить лучше. Скажи своему наставнику, что если он не скажет убрать козла, то я повешусь. Он думал, блин, что такое вот. Только я один хотел повесить, а теперь уже и жена тоже повесит. Пришел к наставнику, говорит, что-то не работает ваш совет. Стало хуже. Он говорит, все идет по плану. Теперь, говорит, выведи козла на улицу, привяжи его на веревку. И пускай козел живет теперь рядом с домом. Вот. Он вывел козла все. О, хорошо. Классно. Две недели все живут. Ой, козла. Нет, так классно. Все высказывают. Такие счастья. Жизнь семейная. Все наладилось. Отношения наладились. Через две недели жена говорит, нам бы побольше места. Он говорит, а-а-а-а. И побежал к наставнику, опять началось. Наставник говорит, ну, ничего не началось. Все нормально. Когда только жена так начинает говорить, ты скажи, если ты так начинаешь говорить, то наставник сказал, надо заводить козла назад. И так у них наладилась жизнь. Понятно, да, идея? То есть идея в чем заключается? В том, что не надо придавать сильным большого значения второстепенным вещам. Ну, кто-то чего-то хочет в нашей жизни. Надо людей просто успокаивать, заботиться о ней. Так тоже в коллективе часто люди трекируют зарплатой начальника. Постоянно нужно больше, больше зарплаты. Не могут устанавливаться. Он страшно звереет от этого. Я тебя выгоню! Расслабься, успокойся. Все люди хотят больше зарплаты. Надо всех успокаиваться. Успокаивать просто. Да, да, хорошо. Я согласен. Но пока невозможно. Пока невозможно. Потом раз и умер, да? Все. То есть человек, он живет надеждой всегда. Итак, мы разобрали с вами сегодня наши разные структуры психические. Мы узнали, что есть грубое тело, которое умирает. Есть тонкое тело ума, разума, эгоизма человека, который не умирает. Тонкое тело выходит из грубого, потом заходит в видится клетку и начинается новая жизнь. Согласно своим представлениям, желаниям, что человек хотел в предыдущей жизни, то он осуществляет следующее. Ничего по факту не меняется. Все остается с человеком. Надо знать, что цели человека должны выходить за пределы этой жизни, потому что характер человека оставляет собой, все нажитое тяжелым трудом в этом мире с собой не заберешь. Часто люди думают, что еще долго жить. Ну сколько долго? Ну 20 лет, 15 лет, это что, долго? 30 там. Долго? Ну пройдет очень быстро все. И потом будет новая жизнь уже. Человек должен в этой жизни готовить себя к следующей. Он должен думать о возвышенных вещах, потому что если он развился чистоту, хороший характер, нравственность, если он развился хорошие качества, в следующей жизни он уже рождается в более лучших условиях в жизни, чем те, которые он сейчас имеет. Кроме того, развивая все это, он и в этой жизни получает все блага. Потому что развивая характер, человек меняет положение в обществе. Понимаете, положение в обществе некоторые меняют с помощью тяжелого труда. То есть они пашут как кошаки, и они добиваются каких-то минимальных результатов. Работал просто, стал мастером. Потом стал начальником цепи и так далее. Но если человек меняет свой характер, он очень быстро развивается в собственной. То есть люди, которые работают над своим характером, они строят совсем другие отношения с другими людьми. Их положение в обществе меняется очень быстро. Поэтому вкладывать в свою внутреннюю жизнь это хорошее вложение, которое всю судьбу человека меняет. Мы с вами узнали, что есть разные цели в жизни. Если человек ставит главную, а не ту цель, он попадает немедленно в состояние тяжелого стресса. Мы приводили такие примеры, что если, допустим, главную цель у человека поставил жену, то она зверее. Если женщина ставит главную цель у ребенка, он начинает капризничать, нагреть. То есть если мы не ту цель ставим главную, то эта же цель нас начинает разрушать. Если человек очень сильно привязывается, что ему дом надо купить, он постоянно бредит этом, что он делает? Что он делает? Берет ипотеку. Становится рабом дома, понимаете? Ему надо теперь всю жизнь на этот дом работать. Он в рабство себя отдает фактически, он становится зависимым, понимаете? Он въезжает в этот дом. О, классно! А дальше что? А дальше ты не знаешь, что ты не знаешь, что когда кризис в стране будет финансовый, вопрос ипотеки не в твою пользу будет решаться. Банки уже это все продумали. Тебе будет придется платить больше, а возможностей платить будет меньше. И в результате ты можешь потерять все. Потому что если ты не выплатишь вовремя, проценты увеличиваются. И увеличивается вероятность, что у тебя отнимут даже то, что было и банком тебе предложено. Понимаете? Твою собственную квартиру у тебя отнимут. Это результат жадности неправильно поставленной цели. Понимаете? Я знаю много таких примеров, как рушится судьба у людей. Из-за того, что они цели не те ставят. У них жажда, жжение в сердце сильно возникает. Нужна квартира, нужна квартира. Бац, деньги взял. Мозги уже не работают все в это время. Он не сильно считает, сможет он это отдать или нет. Он просто тупо берет и потом думает, Бог поможет. А Бог не поможет в этой ситуации. Потому что он будет тебя учить бежить. Ладно, мои хорошие, простите меня, что я тут заговорился. Начал что-то рекламировать. Какие-то у вас вопросы есть? Да? Да? Ваш вопрос? Да? Микрофончик есть? Микрофончик. Микрофончик второй. У нас организаторы организовали второй микрофончик. Да, давайте, чтобы все слышали вопрос. Добрый вечер, Ребен Кеннадий. Рад вас видеть, да. Спасибо вам. У меня вопрос такой. Могу ли я сейчас сдать свой жизненный экзамен? Прямо здесь и сейчас. Я не знаю, какой у вас экзамен. Почему меня так аллегорически спрашивают? По семейной жизни я хочу сделать предложение. А вы когда с ней познакомились? С этой девушкой мы познакомились в 2008 году. Ну сделайте тогда, наверное, уже пора. Ура! Цветы, давайте, да. Дарим, дарим цветы, да. Это называется благословение. Все благословляют их, чтобы у них что-то расколо было. Цветы, девушки, девушки, дарим, да. Все. Спасибо. Все. Они вот клянутся, что они не будут мучить друг друга, да? Нина, я хочу взять ответственность за себя. Это значит, что я буду заботиться за этой идеей и защищать себя в любых причинах ситуации. Все, молодец. Это значит, что он провинился, скорее всего, перед ним и до этого провинился. Сейчас реабилитируется. Молодец. Все, вот так надо, да? Надо быть мужиком, да? Надо так смело взять и сказать все. Спасибо вам большое. Так, у нас организаторы нам сказали, что у нас осталось всего 10 минут. Вот эти вопросы, которые мне прислали, завтра мы с этого начнем лекцию. Я думаю, что я чуть-чуть пораньше приеду. Может быть, на 20 минут пораньше. Да, мы сможем? Сможем, да, на 20-30 минут пораньше. И на вопросы я буду отвечать. Будете, когда на завтра не получиться, например, это можно тогда еще пару вопросов? Нет, сейчас мы будем у нас, сейчас другая часть программы. Нам надо сейчас очень важную вещь. Садитесь все. Очень важно выполнить то, что надо. Мы сейчас будем тренироваться, жить внутренней жизнью. Главное предназначение человека осуществлять. Поливать корень дерева. То есть то, что даст нам возможность быть счастливыми. В древней культуре были такие мероприятия, когда собирались люди разных вер, традиций, религий, разных пониманий вещей. И были такие настрои древней культуры, которые назывались шанки-манты. То есть эти настрои не означали какую-то конкретную молитву. Эти настрои означали общечеловеческие ценности. Вот так одна из таких шанки-мантр звучала таким образом. Я желаю всем счастья. Я желаю, чтобы мир был на этой земле. Я желаю, чтобы у всех живых существ была удача. Пускай никто не страдает. Такой настрой был. Сейчас мы будем повторять первую строчку этого настроя. Я желаю всем счастья. Это нужно для того, чтобы сердце настроилось на правильный лад. Когда человек внутреннюю свою жизнь на правильное русло не настраивает, он не может понять, как жить. Для того, чтобы понять, как жить, недостаточно кого-то послушать. Олег Геннадьевич может на уши вешать три часа. Но если в сердце не заходит, значит ничего не будет, ничего не поменяется. Поэтому нужно настроить сердце. Нужно настроить сердце. Сейчас надо вспомнить святость какую-то. Может быть, у вас нет своей веры, но есть, допустим, святые люди, которых мы все знаем. Есть Ирофий Саровский, есть Сергий Радонежский, есть Мать Тереза. Ну, то есть есть те ценности, которые общеприняты. То есть есть святые какие-то. Надо настроиться на святость. Мысленно кланяться священному писанию, святому человеку или имени, святому имени. Допустим, в мусульманстве считают, что надо кланяться именно священной книге и святому имени. Каждый в своей внутренней традиции, кто-то святой земле кланится, кто-то кланится святым мощам. То есть то, что в сердце у человека живет. Мы мысленно кланяемся к чистоте и дальше эту энергию чистоты мы отдаем другим. Надо, чтобы мы стали проводником этой энергии, не зацикливались на себе. Когда человек хочет счастья, счастье от него бежит. Когда человек счастье отдает другим, счастье в него входит. Понимаете, метод какой? То есть надо забыть про себя. То есть надо повторять. Я желаю всем счастья. Не себе, а всем счастья желаю. И тогда в сердце само все встанет на место. Вот сейчас мы это проэкспериментируем, попробуем. Им не важно, какая вера у человека, какая духовная культура. Это общие человеческие ценности. Это то, что всем нужно. Каждый вспоминает святость своей веры. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего менять в своей жизни. Каждый должен оставаться в своей вере, в своей культуре, в своем духовном знании, которое в сердце есть. Один раз ко мне женщина подошла, говорит, Олег Геннадьевич, какую мне выбрать веру? Я говорю, выберите вашу веру. Она говорит, а, тогда понятно. Вашу веру. Каждый человек и есть что-то в сердце. Но если у вас нет, то ищите. Это не проблема тоже. Это тоже несложно. Надо просто заняться этим вопросом. Итак, надо сесть прямо, чтобы бодрость была. Прямо, когда человек сидит, он бодрее. Мы сейчас все вместе. Никто не отдельно. Никто не должен думать, что он здесь сам по себе наблюдает за всем. И нам не нужны здесь наблюдатели. Нам нужны активные участники. Когда мы создадим общую вот эту атмосферу, тогда будет вот этот сильный результат объединения сердец. В этом результате мы почувствуем лучше, как нам жить, чем нам заниматься в жизни, куда своей дорогой пойти. Надо все вместе, спокойно, глубокомысленно, вспоминая святость и отдавая другим, повторять. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Спасибо вам большое. Я желаю всем счастье. Скастье. Счастье. 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 Я желаю вам всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время, внимательно слушали меня. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.